Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение игры под названием The Walking Dead Saints and Sinners. Я готов даже устроить эксперимент. Выкурить сигарету практически полностью. Оставить лишь небольшой окурок, а затем положить этот окурок, например, на стол. И на следующий день посмотреть, восстановится сигарета или нет. Если она восстановится, это будет доказательство того, что мы живем в Матрице. Но, к сожалению, я зажигалки все переработал. Я могу, конечно, выстрелить, потратив патрон, но, пожалуй, я этого делать не буду. За которым я скрафтил тот самый тисак, рецепт которого мы нашли. В нем даже отверстие какое-то, чтобы на шею вешать было удобно. Вот такие вот клыки из металлических кусочков и плюс еще все это замотано проволокой. Выглядит внушающе. Я думаю, этот нож будет надежным. Ну и также я скрафтил, наконец, 9-мм пистолет. Правда, патронов 9-мм у нас не так много. Ресурсов пока что не хватает, но ничего страшного. Я думаю, в скором времени мы откроем и рецепт патронов. И также разблокируем что-нибудь еще поинтереснее. Что вот это вот такое, кстати? Увеличивает урон от оружия. Вот это интересно, конечно. Я не спал всю ночь, думал о том самом тайнике, который мы, возможно, упустили в школе. Но затем в голову мне пришла мысль. А что, если тайник не на этой локации? Я вспомнил об одном месте, об этой локации. Как полицию показать, чтобы не схватить ничего? Об этой локации. Там, по-моему, в одном из домов был шкаф книжный. Если вы помните. Ну, наверняка, предыдущая серия уже в комментариях об этом кто-то упомянул. Там был шкаф с замочной скважиной. И мне кажется, тут просто написано ключ от спрятанной комнаты. А, слушайте, там какие-то подробности все-таки есть. Но я не очень понимаю, о чем здесь написано. Короче, есть вероятность, что этот ключ подойдет именно к тому замку. Так что сегодня мы сгоняем в первую очередь туда. А затем пойдем по квесту. По квесту Мэй. Давайте, кстати, переговорим с Кейси. Он хочет с нами пообщаться, похоже. Кейси, ты здесь? Кейси, ты здесь? Видимо, нет. Ладно. В таком случае мы укомплектованы. Так, давайте пинус еще возьмем один. На всякий случай. Вымажемся в нем. Все, в таком случае мы готовы. Погнали. Я надеюсь, я не перепутал локацию и конкретное местонахождение того дома. Какой из домов. Там два дома, по-моему. И в одном из них это книжная полка. То ли на первом этаже, то ли на втором. По-моему, на первом этаже. Там, где мы находили регулятор. Так, давайте, кстати, посмотрим. Информация неизвестна. Надо было покрутить радио. Ладно, будем надеяться, что там нет никаких патрулей. Ничего нибудь жесткого. В любом случае мы вооружены нормально. Так, сразу достаем. О, даже лут какой-то есть. Удивительно. Достаем карту. Смотрим. Два дома. Да, действительно, это именно та локация. По-моему, в красном доме. Или, может быть, в синем. Хрен его знает. Я уже все забыл. Ладно, давайте приближимся. А зомби, к сожалению, здесь есть. Можем вот здесь попробовать обойти. Но я сейчас в нем пробегать буду. И, может быть, узнаю тот самый дом. Который нам нужен. Так, ладно, может, у нас зомбарей не сагрится. Там человек, по-моему, стоит. Или это тоже зомби. Да, это тоже зомби. Так, синий дом. Он не пох... Нет, это не синий дом. По-моему, действительно красный. Добрый день. Вполне неплохо работает. Или это все-таки женщина? А, это все-таки живой человек. Бандажи нужны. Ты руки помыть решила? Ладно, хрен с тобой. Давай сюда земли и банды. Или, может быть, вот это тебе пригодится. Видимо, нет, все-таки бандаж. О, неплохо. Ну, так себе. Блин, как она выпущила глаза. Ей точно была нужна помощь. Может быть, она этот бандаж будет использовать как туалетную бумагу. По-моему, у нас какие-то гости. Отступаем. Так, ну вот, возможно, это и есть патрульники. Блин, надо ресталл, брудок. Сейчас это тоже надо забрать. Быстренько вот здесь укрыться. Взять пистолет. Так, он не заметил. Хотя, что-то заподозрил. Попробуем сзади сейчас зайти. А я не смогу здесь ни хрена протиснуться. Будем надеяться, что они не повернут сюда. Это не синий все-таки дом. По-моему, красный. Но я начинаю сомневаться, что это вообще та локация. Честно говоря, возможно, это даже не та локация. Блин, сколько же зомби. Здесь никак не обойти. Придется. Придется через зомби прорываться. Здесь газовый баллон, кстати, есть. Так, они ходят кругами. Да, это действительно какой-то патруль. Ладно, давайте с ним попробуем разобраться. Куда он делся? Давайте просто со спины проберемся и пристрелим этих ублюдков. Так, ну закоцали мне неплохо. Но вроде как я от них избавился. А то всех... Последний бинт! Или нет? А последний бинт же я отдал. Да, неприятно. Возможно, кто-то из них остался. Но зато дробовик, смотрите, целый. Так, это мы возьмем. Может быть, у них бинт есть? Да, я на грани. Ну, блин, смотрите, сколько лута. Целые дробовики. Польза явно от этой перестрелки была. Они, конечно, полусломаны, скорее всего, да. Так, и сюда повесить я не смогу. Блин, дробовик. К сожалению, мы не сможем их утащить. Только один. Ну-ка, этот может быть точно такой же. По прочности. Ну ладно, один возьмем. Я и забыл, что у меня свободное место запрещено. И вот этот сломанный сможем взять. Так, ну что, возвращаемся домой, похоже. Либо в таком состоянии пытаться найти тот тайник. Блин, это у нас еще есть. Жалко, еда не восстанавливает ХП. Да, блин, вообще печально. Ладно, давайте попробуем, наверное, все-таки дойти до местного назначения. А, вот все появилось. Я уж подумал, я не в состоянии воспринимать информацию. Главное, чтобы блюющий зомби к нам не подошел. И все будет нормально. Так, я, по-моему, через колючую проволоку прошел. Сюда пролезаем аккуратно. Вот, это не тот дом. Вот этот похож, но отсюда все свалили. Как же он бежит, тянется. Будем надеяться, что он не нанесет нам никакого урона. Вроде нормально. Блин, там еще забари. По-моему, вот этот дом. Здесь никого нет. Кажется, это наш шанс. Так, врубаем фонарик. Раньше здесь была группировка. Да, вот или нет? Да, вот он. Но, кажется, здесь нужен другой ключ, к сожалению. Блин. Мы, конечно, попробуем. А, или нет? Он подошел? Да, он подошел. Я открыл тайник. Так, залезаем сюда. Ну, сейчас надо справиться с зомбиами. Иначе они со спины меня сожрут. Блин, это был абрыган. Я в последний момент только заметил. Все, больше никого нет. Ё-моё. Да, здесь действительно ценный лут. Штурмовая винтовка. Сейчас посмотрим, она целая вообще. Нет, ни хрена не целая, к сожалению. Но мы выкинем тогда дробовик. Возьмем штурмовую винтовку. Возьмем еще один пистолет, естественно. А этот дробовик в каком состоянии? Ну, уже лучше. Так, здесь рецепт. Отлично. Берем рецепт. Смотрим, что у нас еще. Ну, не зря, в общем, сюда приперся. Неплохое количество лута. Собрал патроны. Так, зомби идет. Надо обм... У меня послушалось, сзади кто-то уже подошел. Надо срочно обмазаться. Смотрите, я начал обмазываться. Сразу зомби отвернулся. Понял, что это свой показалось. Так, патроны пригодятся. Что я выхватил? Дробовик, видимо, который валялся. Я хотел, честно говоря, взять фонарик. Где мой фонарик? Вот. Ничего-то не видно. Среживаем бинта, здесь нет никаких медикаментов. Да, все, больше ничего нет. Короче, мы будем сваливать. Возьмем дробовик. Мы аккуратно уходим. Главное, не наткнуться на какой-нибудь очередной патруль. Я просто зомби с дробовиком. Ничего необычного. Нет, ребята, я свой, я свой. Просто у меня дробовик, а у вас нет. Вы нищие. Так, блин, колючая проволока. Я могу ее вроде как обезвредить. А, вот здесь пролезть можно. Нормально, давайте попробуем здесь пройти. Да, это обход в итоге. Так, теперь осталось лишь сориентироваться. Направо. Блин, дробовик хочется с собой взять, но он почему-то не вылезает вот в этот слот. А, у меня там доска, я только сейчас это заметил. Сейчас мы тогда выкинем доску. Дробовик сюда. Все, отлично. Вот, теперь можно точно сваливать. Вроде за мной никто. Не идет. Но мы теперь с вами зато выяснили, что же за патрули. Это, видимо, небольшая группа людей, какой-то фракции. Я так понимаю, это фракции Тавер. Той самой военной организации, если ее можно так назвать. Я так понимаю, этот клан именно военным считается. Так, книжечку возьмем, пожалуй. Все, и аккуратно отсюда сваливаем. Отлично. Теперь на душе сразу полегчало, после того, как я нашел этот тайник. Так, и мы возвращаемся домой. На следующее утро отправимся уже по заданию. Дома, конечно, хорошо. И, кстати, группировка, которая называется башня, контролирует как раз-то... Почему я иногда палец не могу показать? Это болезнь какая-то. Контролирует как раз-то вот эту вот башню. И, возможно, мы когда-нибудь попадем туда. Вполне невероятно. Так, но мы сейчас с вами крафтим бинты. У нас там уже не так много их осталось. А что я открыл? А, лук открыл, да? Да, по всей видимости, этого лука раньше не было. За короткий промежуток времени мы с вами нашли достаточно ценный хабар. И оно того стоило, мне кажется. Так, это сломанный пистолет, но это тоже на грани. Ну-ка, мой. После такой стрельбы не особо-то и пострадал, честно говоря. Что очень неплохо. Так, это, кстати, какая-то медицина. Сразу восстанавливать, да. Давайте оставим в таком случае, потому что крафтить медицину я так и не научился пока. Так, два бинта у нас осталось. Ну, здесь пирожок оставляем. Болтовку оставляем. Штурмовую винтовку, смотрите, какая-то изолентой. Заклеена. Чтобы уж наверняка не развалилась. И уверенно можно держать ее в руках. Особо ничего не трясется. Но, к сожалению, она скоро сломается. Ладно, но мы оставим. Мы оставим. Прочность у нее хорошая. Возьмем с собой. Прочность у нее хорошая. Плюс еще мы можем скушать вот этот вот паек. В принципе, штурмовая винтовка даже какое-то время продержится. Вот этот верстак можем прокачать и разблокируем. Мы 9-мм патроны как раз. Ну да, надо, наверное, качать. Прокачиваем патроны, открываем. И было бы неплохо сделать биту, наверное. Хотя... Может быть, сделать еще один вот такой вот тесак. Он очень хорошо заходил. Да, давайте, наверное... А, у меня уже не хватает ресурсов. И на биту осмелись предположить. А, нет, на биту, смотрите, хватает. И на нож хватит. Ладно, давайте, наверное, вот такой вот нож еще сделаем. Все, и холодного оружия будет достаточно. Затем патронов немного. Так, ну что ж, мы отправляемся спать. В таком случае. Кейси не хочет с нами пообщаться? Кейси... Не похоже. Так, да? Выпьем. За хороший лут. Нужно будет восстановиться потом. А то у нас половину хп. Жалко! Брага или что у нас там в этой фулиаге не восстанавливает. Может быть, там простая вода, на самом деле. Так, картина постоянно падает, кстати. Ну, давайте ее поставим в другое место. Пробуем. Эй! Вот сюда вот закинусь. Кривовато, конечно, у нас сойдет. Кейси не хочет пообщаться? Кейси, ты здесь? Кейси, ты здесь? Кейси, ты здесь? Не похоже. Чуть винтовку не просрал. Я почему-то не закинул ее за спину. Так, вот теперь я точно готов. Давайте сразу тогда, пока бежим к лодке, Сразу посмотрим на фотографию. Так, фотографии у нас здесь на рисунке, точнее. Виа Королла, код, арка, дом с колючей проволокой наверху. И с гаражными воротами. Гаражные ворота, вон там что-то еще написано. Хотя это подписано, по-моему, картиной. Гаражные ворота, колючая проволока наверху. Двухэтажный дом. Будем надеяться, что мы справимся и отыщем местоположение этого дома. По вооружению у нас вроде как все замечательно. Так, ну и возможно мы встретим патруль. Я опять забыл послушать радио. Возможно мы здесь встретим патруль. И наваждение зомби, например. Не знаю, какие там события еще, помимо патруля. Так, ну погнали. Я вижу ботиночек. Пожалуй, возьму. И там уже кто-то стоит. Что происходит? Это зомби? Нет, это не зомби. Ясно, здесь перестрелочка как вовремя. Ну что ж, по моему плану. Зомби, кстати, на них тоже согрелся. Мы подождем здесь. Время у нас есть. Насладимся этим зрелищем. Естественный отбор в деле. Вот это вот перестрелка. Тарантино назвал этот момент завораживающим. Так, они продолжают. И я, кажется, вижу тот самый дом. Да, колючая проволока. Он здесь наверняка один. Как раз эти ребята, эти культисты, ну или как там группировка вторая называется. Какие-то звери, судя по их маскам. Они как раз на тот самый особняк и нападают. Возможно, они дружелюбны ко мне. Но они не хотят меня, по крайней мере, замечать. Элитный солдат. Ничего себе. Так, ну давайте посмотрим, чем же это все закончится. Я пока не буду открывать огонь. Если они полягут, то я отомчу за них. И попробую захватить это здание. Я кину туда гранату, скорее всего. Так, ладно, пока под шумок. Что у нас здесь? Замочек. Пригодится. О, неплохо. Главное, чтобы сзади опять кто-нибудь не подошел. Пистолет целый, кстати. Слушай, они неплохо разжились. По крайней мере, какое-то количество. По-моему, это простые люди. А, нет. У них броня, да. Значит, это тавр. Именно башня. Ой, вот это было бодро, наверное. Так, согрелись зомби. Еще было бы неплохо сейчас намазаться еще. Дополнительно. Но меня вроде как никто не заметил. Последний остался, возможно. Давай, брат, живи. Живи до конца. Ты должен это сделать. Да, и зомби нам еще помогут. Снайперскую винтовку? Иди сюда. Я бы куда-нибудь залез. Если бы здесь, конечно, настолько... Либо дверцелый. Если бы здесь все настолько проработано было. Так, зомби, я надеюсь, не ко мне. Да, не ко мне. Последний выживший из другой группировки. Что там было написано? По-моему, это бандиты. Я не успел прочитать. Так, он заходит на территорию. Осматривается. Добрый день. Хорошо, что я услышал. Они уже начинают превращаться, похоже. Вот это вот логично, конечно. Когда они превращаются, и за спиной у меня появляются. Встают сразу же рядом. Но когда они просто спавнятся, это, конечно, будет крайне не очень. Так, слушайте. Блин. Добили, к сожалению. Зомби сзади подошел. Ну, как ко мне обычно, так и случается. Так, ну там, возможно, один остался. Зомби тоже на него нападают. Один жрет. Дама, которая валяется. Хотя я не уверен, что это дама. По-моему, там один остался. Возможно, внутри кто-то будет еще. На колях, кстати, насажены головы. Жестокие люди, я сразу видно. Есть два типа людей, выжившие, которые устрашающе для отпугивания насаживают головы на пике. А есть люди, как я, которым эти головы помогают не сойти с ума от одиночества. Так, там кто-то еще, я не знаю. Это все так, группировка или это другая. Это следующее нападение, по-моему. Кстати, один меня немного заметил. Да. Следующая волна. Ждем. Это надолго. В общем, выживших. Это другие, по-моему, ребята. Уже без масок. Так, неплохо они прошивают его, но у него серьезная броня. И он повержен. Так, и куда эти господа отправятся? Я сейчас возьму на всякий случай гранату. Они просто свалили. Они сделали всю работу за меня и ушли. Замечательно. Это мы берем. Это мы берем. Фонарик включаем. Главное, чтобы они не решили сюда вернуться. Так, это я забираю. Это, пожалуй, при кармане. Может быть, кстати, внутри все-таки кто-то остался. Я сейчас возьму пистолет на всякий случай. Кстати, нам на второй этаж. Есть кто-нибудь? Почти как в фильме «Скарфейс». Перевязываемся. Возьму штумовую винтовку даже. Она постабильнее будет. Так, это зомби уже ворвались. Я не уверен, есть ли кто-нибудь еще здесь. Но наверняка кто-то остался. Так, ладно, давайте пока собираем лут. Может быть, это зомби уже заходит. Может быть, зомби найдутся еще выживших. Выживших они нашли. На этом выжившем столбе. Так, ладно, открываем дверь. Аккуратно заглядываем. Да, здесь они еще есть. Этот, похоже, ничего не услышал. Вот это он силен. Показал свою доминантность. Ой, блин, этот дрестун. Хотел подальше отойти. Не хотел стрелять. Ну ладно, ничего страшного. Зомби, к сожалению, мне дали немного прикурить. Наверняка, эта дама тоже была не последняя. Блин, придется, короче, использовать пистолет против зомби. Потому что... Ну, либо нож даст. Да, давайте достанем тогда нож. Не тесак. Тесак практически сломался. Зачем я ножку-то взял? Так, тесак мы вернем. Возьмем нож. Чтобы я точечные удары сумел совершать. Так, здесь у нас бутылки. Ладно, давайте подниматься наверх. А то времени-то уже совсем немного. Смотрите, они к бильярдному столу у кого-то приклеили. Кстати, еще один нож возьму, пожалуй. О, бинт. Сейчас, секунду, господа. Так, кто-то еще выбежал. Может быть, пора воспользоваться штурмовой винтовкой. Пока она там отбивается от зомби. Мы аккуратно заходим. Блин, там еще кто-то... Она не от зомби отбивалась, по всей видимости. Куда они зимы, вон они. Вроде попал. Так, ладно, короче. Поднимаемся наверх. Берем то, за чем пришли. Я на всякий случай пастолин достану. Может быть, кто-то наверху еще и остался даже. Берем то, за чем пришли, и схваливаем. Так, ну зомби, кажется, здесь есть. Или это не зомби? Нет, это не зомби. Так, а вот и то, что мне нужно. Да, они здесь еще караулили. Так, ладно, крестик, наверное, это раз брать не будем. Вот, еще один такой тесак, кстати. А это что такое? Это роботы с будильниками. Может быть, это взрывчатка, кстати? А да, по всей видимости, это взрывчатка. Либо это таймер для взрывчатки. Ладно, давайте по ручку возьмем, как минимум. Так, берем вот это барахло. По всей видимости, это действительно взрывчатка. Это мы тоже забираем. Соберем, бинты закончились. Снова в очередной раз. Возможно, я их здесь не найду. А мне нужно как-то будет еще выйти. Так, здесь какая-то наркоманка. И тупик. Перелезь, скорее всего, не получится. Было бы неплохо найти какой-нибудь канат или трубу, по которой можно спуститься. Да, но они там внизу отстреливаются от зомби. Главное, чтобы они не прострелили через другой объект. Таким образом, не избавились бы от меня. Так, вон, давайте посмотрим, что здесь. Здесь спальня и какой-то господин. Один здесь вроде был. Так, забираем. Ценный, полезный лук. Может быть, мы здесь, кстати, медикаменты найдем, но очень вряд ли. Обычно в ванных комнатах я медикаменты и бинты как раз-то не нахожу никогда. Но зайти стоит. Мало ли, наткнемся. Мне бы один бинтик, и этого хватило, чтобы свалить. Времени довольно мало осталось. Вот лента медицинская, но, к сожалению, ее задействовать никак нельзя. Она используется как ресурс для крафта. Так, а вот это вот обход того завала или нет? Да, обход того завала. Здесь обходной путь. Но бинтов я не вижу. Есть еда. Вот еще кто-то откинулся. Уже ребята здесь ширялись. Хоть бы один бинт оставили, сволочи. Уж свою жизнь загубили. Хотя бы спасли бы жизни других выживших. Благородных таких, как я. Наушники какие-то валяются. Сладно, давайте возьмем. А, все, я уже заполнил. Да, сейчас попробуем спуститься как-нибудь по трубе или что-то вроде этого. И главное не сорваться. А то, вы знаете, я обычно люблю это делать. Блин, шлеми ублюдок. Вот здесь спуститься я хотел бы попробовать. Так, ну есть какая-то труба. Смогу ли я по ней спуститься? Сомневаюсь. Ну, давайте попробуем, посмотрим. Хотя... Блин, слушайте. А этот мужик, по-моему, караулин, ждет меня. Надеюсь, больше никого. Твою мать. Ну, мне кажется, там как раз, да, по трубе можно и спуститься. Пистолет мне оставили, и он до сих пор не сломался. Так что сейчас попробуем забрать свой лут. Так, эта дверь открыта. Да, отлично. Сейчас пролезем как-то аккуратно. Вот один я вижу. Вот это был звук. Да, оружие здесь, конечно, ощущается пневматикой. Это даже игрушечным. Что он тут делал вообще? Так, ладно, пробегаем сюда. Есть здесь дыра. Имеется... Там, по-моему, двое было. Оставались двое ребят, или, может быть, даже больше. Может, они уже внутри, или один из них вот как раз туда переместился. Этот сукин сын до сих пор там стоит, мразь, который убил меня. Стволы, кстати, клинят. Порой. Но я думаю, вы это заметили уже. Так, эту записку мы уже читали. Мой рюкзачок прекрасный. К сожалению, тот чувак не вовремя будет. Так, давайте посмотрим, где у нас выход. Мне пришлось все-таки бежать за лутом. Давайте хоть один раз баллон, в конце концов, взорвем. Мне кажется, пора. Сейчас сагрим зомби. Смотрите, я кину баллон. И всех с легкостью взорву. Никаких проблем не будет. Поэтому, смотрите, видите зомби? Сюда баллон. Сюда пистолет. Отходим. Да не пинайте! Надо было подальше отойти. Они начали футболить. Рука зато, смотрите, осталась. Могу взять. Дай пять. Кстати, зря я ее взял. У меня же инвентарь-то заполнен, на самом деле. Пожалуй, я ее выкину. Вот теперь у меня будут флешбеки, как у Кейси. Практически вьетнамские. Ладно, в общем, хватит. Было весело. Мы хорошо провели время. Пора закругляться и возвращаться. Документы я взял. Все взял. Куча у нас лута. Есть ручатка с таймером. У нас теперь имеется. Потом попробуем ей воспользоваться. Давайте сразу закинем документы. Так. И будем заниматься опять очередной раз переработкой. Ключ у меня, кстати, остался. Может быть, ему еще как-то можно воспользоваться. Обычно у меня вещи для заданий пропадали после их использования. Но ключ это до сих пор остался. Может быть, он... Тут еще на этой территории есть замок. Но мне по заданию как раз-то нужно от этого замка выпросить ключ у Мэй. Портрет опять упал, кстати. Так. Ну что ж. Мы перерабатываем все, что с вами нашли. Естественно, взрывчатку я трогать пока не буду. Одну возьму с собой. У нас плюс еще граната осталась, кстати. Где-то в инвентаре на сих пор валяется. И медицина у меня, кстати, с собой все это время была. Но бинтов в любом случае нет. Так. Это мы перерабатываем. Револьвер тоже. Теперь я буду пользоваться только исключительно 9-мм пистолетом. Патроны мы забираем. Этот утилизируем. Один. Второй оставляем. Это сюда. Барахла мы много, конечно, притащили. Так. Нож оставим. Бутылка, спички, сигареты. Это все отправляется в бутиль. Так. Наверное, и этот тесак мы удалим. Он практически сломался. Сделаем в случае чего новый. Револьвер я еще не переработал. Я даже не знаю, что загрейдить сейчас. Либо стамину, либо урон. Наверное, стамину все-таки. Добавлю себе стамины немного. Потом здесь какая-то защита еще тем более будет. Или подождите. А, это прочность стрел. Ну, вообще такой, конечно. Тогда в таком случае... О, мы сейчас можем прокачать все-таки. Хватит нам рисковать. Отлично. Тогда и урон также. Вот огнестрела прокачивают. Замечательно. Потом было бы неплохо 9-мм скрафтить. Нам хватит, да. 9-мм уже начинают заканчиваться патроны. Пару коробочек. Помещается он сюда. Так, а пистолет мой наполовину уже сломан, да? Ладно, давайте переработаем пистолет и сделаем новый. Я, по-моему, прямо сейчас могу сделать новый. Да, мне хватает ресурсов. Так, это мы закидываем сюда. Этот перерабатываем. Даже можем себе позволить что-то сделать еще. А за спиной у меня АР-ка. Ладно, переработаем все-таки ее. И теперь мы отправляемся спать. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.